Всем привет, с вами Эльвира Барякина и справочник писателя. Бывают случаи, когда автору нужно во что бы то ни стало сохранить инкогнито. Так что сегодня мы с вами подумаем о том, как можно это сделать. Одна из читателей справочника писателя задала мне такой вопрос. Как быть, если хочется предложить свой очень откровенный роман публике и при этом остаться неизвестной? Как сберечь доброе имя? Может быть, существуют какие-то документы специальные или еще договоры, шаблоны договоров с литературными агентами и издателями, которые помогут это сделать. Давайте посмотрим, в каких случаях автор вынужден сохранить инкогнито, чтобы мы вообще понимали, что у нас тут происходит. Итак, если у нас писатель выпускает свою книгу, то в любом случае в самой книге у нас показан только псевдоним автора. Его настоящее имя никто не раскрывает. Но автору все-таки придется назвать себя и раскрыть даже паспортные данные в следующих случаях. Во-первых, это когда он будет подписывать договор с издательством или же с литературным агентом, если он будет продавать права на перевод. Если он будет вынужден, ну или не вынужден, просто захочет опубликовать свои произведения на всевозможных известных, достаточно раскрученных литературных площадках, там, где требуется продавать книги, потому что кому, собственно, площадка будет платить деньги за продажу. Ну, понятное дело, автору, а для этого надо указать паспортные данные, нужно указать адрес, ну и прочую информацию, которую показывает кто ты такой. Если нам нужно будет регистрировать авторский сайт, все то же самое. При заключении контракта с, допустим, с организациями, которые занимаются экранизацией или же используют права на книгу для того, чтобы создать видеоигру. То есть во всех тех случаях, когда речь идет о использовании прав и о плате денег. В теории мы можем нести в каждый документ пункт о неразглашении, мол, я такой-то обязуюсь никогда никому не говорить, кем на самом деле является автор, а не то, там живут меня страшные кары. Вопрос в следующем, что если он все-таки это сделает, дело кончится, ну чем судом, правильно, вы же не сможете просто так эти деньги забрать. Потом еще вам надо будет доказывать, что данный автор, ваш контрагент совершил такое-то правонарушение в рамках вашего договора, и он должен вам как-то это компенсировать. Но в любом случае это вам не поможет, потому что птичка-то улетела, все, то есть слово не воробей, вылетит не поймаешь. Поэтому единственный, как мне видится, способ сохранить инкогнито, это передать заранее права третьему лицу, физическому или юридическому. И пускай уже это физическое или юридическое лицо ведет переговоры, собирает деньги и подписывает все бумаги от своего имени. И тогда он будет гарантировать своим контрагентам, что ему принадлежат эти права, и он будет уже нести ответственность за авторство. И не должно возникнуть проблем таких о разглашении тайны, потому что, собственно, это третье лицо, оно может поставить условия для своих контрагентов, что так и так, я не разглашаю. Кем может быть это лицо? Ну, это может быть, например, ваш родственник, и тогда все эти переговоры будут вестись от имени физического лица, или же это может быть фирма, то есть юридическое лицо, которое будет заключать все сделки по поводу вашего произведения. Как именно можно передать данные права? Ну, во-первых, мы передаем по документу, который называется лицензия, то есть это лицензия на использование прав, она может быть ограничена каким-то сроком или каким-то объемом прав, или же она может быть ничем не ограничена, то есть вы полностью передаете эти права данному лицу. Вы можете эти права продать, или же вы можете их подарить. Далее, в общем-то, бумага подписывается, и формальности все соблюдены, и дальше уже третье лицо, вот это будет подписывать все договоры. Могут ли возникнуть претензии со стороны издательства? Ну, в теории, да, но с точки зрения юриспруденции претензий тут быть никаких не может, потому что, если одна сторона говорит, я гарантирую, что я являюсь правообладателем, в другой стороне, что остается только одно, либо подписывать такой договор, либо не подписывать. Иногда издательства могут встать в позу и сказать, что, а вот нам надо обязательно знать, кто вам настоящий автор. Ну, тут просто придется выбирать, либо говорить, либо нет. Если просто тут вопрос принципиальный, то, сохраняя юридическую чистоту, мы можем сказать, что нет, мы не будем разглашать. То есть, вот эта третья сторона, третий лицо, он просто дает гарантию, что я гарантирую, что если возникнут какие-то юридические проблемы с авторским правом, то есть, издательство это интересует в первую очередь, чтобы никто на него в суд не подал за нарушение авторских прав. То есть, я гарантирую, а это означает, что если кто-то будет тут наезжать, я сам с этим вопросом буду разбираться. И, в принципе, издательства должно быть этого уверения достаточно. О чем тут можно поговорить? Мне приходилось встречаться со случаями, когда автор сам нечаянно сам себя выдает. Хотел остаться инкогнито, и у него там несколько аккаунтов в соцсетях, и, конечно, получалось так, что он переключался на другой аккаунт, и забывал, что он на него переключился, и начинал городить что-то совершенно свое от имени вот этого своего персонажа, то есть, автора-персонажа от имени выдуманного лица. Ну, и, в общем-то, от инкогнито ничего не осталось. Поэтому, если вы, как бы, хотите действительно сохранять тайну своего имени, то нужно, в общем-то, вообще выйти из соцсетей и не появляться там либо же под одним именем, либо под другим именем. То есть, просто вот никогда не упоминать два имени рядом, и, в общем, не заниматься ничем, никакой там раскруткой вот именно своего имени. Потому что, ну, все мы грешные ошибки могут совершать все. То есть, в любом случае, если инкогнито необходима автору, то есть, он должен его сохранить любой ценой, он должен прописать план действий, что я делаю, чего я не делаю никогда, ну, и, собственно, тогда у него все получится. На этом у меня все. С вами была Элимира Борякина. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на кнопочку с колокольчиком. Тогда вам будут приходить всякие полезности.